Сатира на Владимира Ильича Ленина. И где? В советской мультипликации. Кто бы мог поверить? Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сейчас я расскажу вам об удивительных и малоизвестных фактах создания мультика «38 попугаев». Первая часть цикла из 10 коротких кукольных мультфильмов «38 попугаев» вышла на экраны в 1976 году. На нем выросло не одно поколение детей. И мартышка, и попугай, и удав, и слоненок до сих пор остаются одними из самых популярных мультипликационных персонажей. Когда у их создателя спрашивали о том, в чем секрет такой популярности, он отвечал, что у всех этих героев есть черты его знакомых. А самым удивительным было то, что один из этих милых персонажей был шаржем на Ленина. Однажды детский писатель Григорий Остр принес на студию «Союзмультфильм» сценарий о приключениях четырех забавных персонажей – мартышки, попугая, удава и слоненка. Сам он считал, что в каждом ребенке есть что-то от каждого из этих героев. И автор имел все основания так утверждать. Ведь сам он был многодетным отцом. Однако на студии на этот сценарий никто из режиссеров не хотел браться. Режиссер Иван Уфимцев признается, что судьбу сценария решила всего пара фраз, на первый взгляд ничем не примечательных. Прочитал он одну фразу. «А куда ты ползешь?» – спросила мартышка. «Сюда! Сюда ползу!» – проворчал удав. «Казалось бы, ничего особенного, но она так мне понравилась, просто обалдеть как!» И сделал фильм. Позже многие фразы из этого мультфильма стали крылатыми. Например, «Не будем говорить кто, хотя это был слоненок». Над созданием персонажей мультфильма работал художник-постановщик Леонид Шварцман. Слоненок представлялся ему умным, интеллигентным и абсолютно положительным героем-отличником. Первым учеником, который старательно выполняет все задания. С озорной и неунывающей мартышкой тоже не возникло проблем, а вот с удавом и попугаем пришлось повозиться. Художник рассказывал, «В общем-то, я не люблю змей, ни живых, ни рисованных, поэтому над удавом бился страшно долго и безуспешно. Удав получался злой и малопривлекательный. Чуть ли не каждый день я ходил в зоопарк, и как бы это ни было неприятно, рисовал, 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 рисовал с натуры. И многое понял про змей. Даже этот особенный змеиный привкус, когда нижняя губа выходит за верхнюю. Но образ сложился лишь тогда, когда я забыл про реальность. Вытянул удаву морду, сделал нос, нарисовал веснушки и брови домиком. А еще я расцветил его цветочками. Вот тогда и вышел этот персонаж, удав-мыслитель, удав-философ, которого я считаю своей большой удачей. Во всех персонажах мультфильма угадывались человеческие черты. Но если в «Слоненке» зрители без труда могли угадать примерного отличника, то вряд ли кому-то из них пришло бы на ум сравнивать попугая с Лениным. Конечно, в 70-х годах об этих параллелях никто не догадывался. Иначе цензура пропросту бы не выпустила мультфильм на экраны. Сходство не было очевидным. И его не заметила ни цензура, ни зрители. И только в 2015 году художник-постановщик Леонид Шварцман признался в том, что задумал этого персонажа как пародию на вождя мирового пролетариата и умышленно наделил его ленинскими повадками. Он также энергичен, также склонен к демагогии, активно жестикулирует и расхаживает взад-вперед во время беседы. Не картавит, но заикается на букве «Р». А его расцветка создает иллюзию, будто на нем надета жилетка. Однако скандал вокруг попугая разгорелся вовсе не из-за его сходства с Лениным. Дело в том, что изначально у него был длинный хвост, который очень мешал, когда персонаж передвигался. Мультфильм-то был кукольный, и это создавало дополнительные трудности мультипликаторам. Поэтому хвост предложили убрать. Леонид Шварцман вспомнил, поскольку все переделки требуют денег, разгорелся скандал. И наш директор кукольного объединения, давно ушедший Иосиф Яковлевич Боярский, был просто в истерике. Ну, это пришлось сделать. В результате попугай получился на ножках и стал очень энергично рассказывать и жестикулировать. Вначале он напоминал нам нашего директора Иосифа Боярского. А потом мы увидели в жестах попугая энергичные жесты Ленина, и наши мультипликаторы принялись играть с ним как с вождем, лидером, трибуном. Отсюда такой цельный образ. Всех персонажей мультфильма озвучивали известные актеры. Мартышку Надежда Румянцева, слоненка Михаил Казаков, удава Василий Ливанов, попугая Всеволод Ларионов. Правда, в серии «Великое закрытие» Мартышка говорила голосом Раисы Мухамедшиной. Надежда Румянцева на момент озвучивания мультфильма жила за границей с мужем-дипломатом Вилли Хштаяном. Мультфильм «38 попугаев» имел такой успех у зрителей, что перерос в сериал, который был удостоен множества наград. Среди них были первые премии на международных фестивалях в Хорватии и Португалии. Впрочем, самым удачным Леонид Шварцман все же назвал самый первый мультфильм из этого цикла. Для меня этот фильм самый интересный. Остальные серии топчутся за ним. Увы, это отчесть всех сериалов. В первый фильм выплескивается все, что накоплено. Рассказ о создании одного из самых любимых мультиков нашего детства закончен. Подписывайтесь на мой канал «Вместе веселее». До свидания. Мир вашему дому. До встречи.